Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирина Джуэева. Сегодня 1 сентября. День знаний – это праздник для всех учеников, студентов, учителей и преподавателей вузов и средних специализированных учебных заведений, воспитателей детсадов, родителей, а также всех, кто связан с системой образования и воспитания детей. Приподнятое настроение сегодня у всех людей. Эта дата возвращает всех нас в незабываемые школьные годы к нарядным детям с букетами цветов. Улыбаются все прохожие, особенно первоклассникам, которых безошибочно можно узнать по восторженному выражению на совсем еще детских личиках. По всей республике их 750, а всего школьников – 6014. Первые звонки звучали во всех образовательных учреждениях республики. Торжественные линейки, цветы, шары, белые банты, радость праздника. Но вот уже 12 лет подряд для всех осетин, в какой точке земного шара они бы не жили, к радости примешивается боль. Воспоминания о тех, для кого праздник обернулся адом. Память возвращает к 1 сентября 2004 года, к захвату террористами 1-й бесланской школы. Во всех школах Южной Осетии вспоминали самую страшную трагедию в истории осетин. Во всех образовательных учреждениях минутой молчания почтили память жертв трагедии. Традиционные торжественные линейки начались с 9 часов. В этот день школьников и педагогов поздравляют руководители государства, представители парламента, министерств, ведомств. Президент Леонид Тибилов и представители правительства посетили вторую среднюю школу и Угаситинский госуниверситет, чтобы поздравить учащихся и педагогов. Вторая средняя школа в этом году принимает больше 70 первоклассчиков. Одна из самых многочисленных школ к 1 сентября готовилась заранее вместе с детьми. Стихотворения, песни и танцы в этой школе торжественные мероприятия проходят интересно. С новым директором планы на этот год еще разнообразнее. После летних каникул, соскучившись по друзьям и даже по учителям, говорит Марат, учиться с новыми силами будет легко. Мапа, праздник, ума! Ты рада! Я сегодня увидел всех своих друзей. Молодец! Снова встретишься, столько я их не видел. Ты хорошо отдохнул летом? Да! За руку с выпускниками 2017 года первоклассники выстроились на торжественной линейке. Уже сегодня они сядут за парты в первый раз и впереди их ждут целых 11 лет упорного труда. Поздравили школьников президент республики, министр образования и другие представители руководства. Новому директору школы президент вручил компьютер. Самым главным праздником является сегодняшний праздник, где знамени. Через приобретение этих знаний государство может существовать, государство может развиваться, государство может укрепляться. Поэтому мне, конечно же, первое хочется, чтобы все вы, которые будут учиться в стенах этой замечательной школы, чтобы получили самое настоящее знание, которое вам будут давать ваши дорогие преподаватели. Я знаю, что впереди у вас очень интересный, очень плодотворный, возможно, трудный, но бесконечно занимательный учебный год. Я желаю вам здоровья, я желаю вам много сил. Я от души хочу, чтобы та искорка любознательности, которая сегодня горит в глазках первоклассников, она также горела, когда мы к вам придем на выпускной вечер. Будущие журналисты, юристы, экономисты и представители еще многих профессий на торжественной линейке в Государственном университете, куда приехал глава республики. Линейка проходит во дворе общежития, здание которого временно переоборудовали под учебный процесс. Но уже в следующем году, 1 сентября, педагогический состав вместе со студентами планируют отмечать в своем новом университетском корпусе. Строится он по современным стандартам на старом месте. И судя по темпам строительства, открытие здания через год вполне реально. Также, конечно же, все мы ждем с отерпением ввода в эксплуатацию нового университетского корпуса, где наши возможности еще увеличатся. И здесь тоже, конечно, огромное спасибо руководству и спорту, и лично я ему рекомендую за то, что стройка идет быстрыми темпами. И слова президента, которые лично я услышал 26 августа, что есть возможность, что новый учебный год в следующем году мы уже начнем в новом комплексе. Это, конечно, будет для нас очень важно. И за это спасибо. В этом году в государственный университет число поступивших на 25% больше, чем в прошлом. Значит, мы идем в правильном направлении, сказал в своем выступлении ректор Вадим Тедеев. Многие выпускники стали выбирать учебу не за пределами республики, а наш государственный университет. Я выбрала наш институт и поступила на исторический факультет. Познакомилась с замечательными людьми и, думаю, эти пять лет пролетят очень весело и плодотворно. Надеюсь, после окончания я буду работать именно по специальности. Учеба в высшем учебном заведении должна проходить на должном уровне. А молодые люди, которые здесь учатся, должны делать все возможное, чтобы получить максимальное количество знаний, так как именно они потом будут работниками тех или иных сфер республики. Президент Леонид Тибилов участвовал и в праздновании Дня знаний 6-й средней школы. Одна из самых многочисленных школ оборудована по всем современным стандартам. Уроки проходят исключительно с использованием интерактивных досок. Несмотря на то, что учится здесь 720 детей, она не считается перенасыщенной. Учеба проходит по односменной работе, что является плюсом. Обойдя учебные классы, президент интересовался условиями работы и тем, есть ли какие-то проблемные вопросы в образовательной системе в целом. По словам министра образования, планируется пополнить школьные библиотеки учебниками для начальных классов. Первая партия заказана и уже в пути. В течение года будет проходить поэтапное пополнение всех школьных библиотек. Яна Плева, Азамат Кузеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов направил поздравления главе Кабардино-Балкарской республики Юрию Кокову в связи с торжествами по случаю 95-летия государственности Кабардино-Балкарии. Леонид Тибилов пожелал жителям Братской Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия. В связи с торжественной датой председателя парламента Кабардино-Балкарии и коллег депутатов поздравил председатель парламента Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Председатель правительства Доментий Кулумбеков и представители Министерства образования с Днем Знаний поздравили воспитанников школы-интернат. А сотрудники-аниматоры ресторана Винченцо сделали все, чтобы праздник стал незабываемым. Радостные лица нарядных детей. Во дворе школы-интернат собрались воспитанники, родители, педагоги. Слова приветствия и напутствия от директора школы-интернат Роланда Тедеева. В Шелозунгис, где счастливые дети, там счастливый народ. От вас, педагогов, очень многое зависит. Я желаю всем мира и добра, здоровья и счастья. Здоровья, еще раз здоровья, благополучия, процветания и всех-всех вам земных благ. С новым учебным годом добро пожаловать в наш сказочный дворец знаний. Поздравил со знаменательным днем учащихся и педагогов бывший выпускник школы-интернат, председатель правительства Республики Южная Осетия Домендий Кулумбеков. Все взаимосвязано. Вот эти маленькие ребятишки, которые сегодня перешагнули, перешли в порог родного для меня заведения, школы-интернат, которые я считаю своим домом, потому что я здесь тоже вырос, получил знания, был окружен здесь заботой и вниманием и учителей, и воспитателей. До сих пор их всех помню. Среди почетных гостей школы-интернат была представительница Министерства образования Республики Южная Осетия Роза Гоглуева. Сама я вам также желаю, чтобы он был очень добрым, здоровым, успешным, удачным и запоминающимся добрыми и хорошими событиями. Еще я очень хочу, чтобы и педагогические, и родительские, и детские коллективы, которые обитают в крыше этого здания, стали очень заботливыми помощниками вот этим маленьким ребятишкам, которые сегодня впервые войдут в эту школу, чтобы вы помогли им почувствовать, что это добрый и хороший дом, где каждый заботится о них. По традиции выпускники передали золотой ключ первоклассникам. На мероприятии были исполнены и музыкальные номера. Первоклассникам от молодежного крыла партии «Единая Осетия» были преподнесены подарки. Именно со школьниками закладывается фундамент взрослой жизни. И от вас, дорогие школьники, зависит будущее Осетии, в какой стране мы будем жить. И хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были упорны, оптимистичны и всегда стремились к знаниям. Но особо хочу отметить и наших дорогих учителей, которые неустанно передают свои знания. Переоценить их труд невозможно. И, дорогие учителя, желаю вам, чтобы вы всегда были любимы своими учениками и горды за их успехи. Закончилось мероприятие первым звонком. После чего первому классу предоставили возможность первыми пройти в школу. На этом сюрпризы для самых маленьких школьников не закончились. С подарками к ним также пришли поздравить работники, аниматоры кафе «Финченсо». На праздничную линейку во дворе школы собралось много людей. Отовсюду были слышны веселые голоса школьников, их родителей и учителей. У всех было хорошее приподнятое настроение. Минутой молчания почтили память педагога остинского языка и литературы Заиры Джиоевой. Поздравил собравшихся председатель правительства Доментий Кулумбеков. Дорогие преподаватели, я от всей души поздравляю вас с этим большим праздником, с этим радостным для каждого из нас праздником. Он дорог каждому из нас 1 сентября, потому что наша дорога во взрослую жизнь начиналась именно с этого дня. Я хочу всем вам пожелать, чтобы вы могли и были в силах покорять высоты знаний, высоты преподавательского мастерства. В истории дата 1 сентября была и есть праздничным днём. Но, как отметил своим выступлением председатель правительства, в память остигинского народа всегда будет трагедия, произошедшая 1 сентября 2004 года в городе Беслан. И пожелал всем, чтобы такие трагедии больше никогда не омрачали день первого звонка. Слова приветствия от заместителя министра образования, науки и спорта Южной Осетии Элисы Гоглоевой. От всей души поздравляю вас с наступившим новым учебным годом. Пусть этот год принесёт вам счастья, успехи, то, что вы сами себе пожелаете. От всей души желаю вам широкой, яркой, зелёной дороги в этот красочный мир знаний. С напутственными словами перед собравшимися также выступила временно исполняющая обязанности директора школы номер 6 Ляна Докузова. И большим сюрпризом для всех стало поздравление от заслуженного педагога, живой легенды педагогики Южной Осетии Марии Джоевой. Для неё этот день праздник двойной, сегодня у неё день рождения. Звучали стихи от первоклассников и выпускников, музыкальные номера. После окончания линейки школьники прошли в классы на свой первый в этом году урок. Мадина Сабанова, Альдина Чихоева, информационный выпуск сегодня. После летних каникул встреч с одноклассниками и учителями с нетерпением ждали учащиеся школы Лзавского района. Торжественную линейку посетили председатель парламента Анатолий Бибилов и министр иностранных дел республики Мураджоев. В адрес ребят звучали слова поздравлений и добрые пожелания. Трудно прощаться с весёлым летом, но радость встречи со школой, педагогами, друзьями на лицах всех собравшихся на линейке. Спереди учеников Завской школы ждёт новый учебный год. Учёба должна быть на первом месте. Наставляют учителя и гости торжественной линейки. Главные действующие лица на линейке первоклашки – мальчики и девочки с огромными букетами. Они до конца ещё не осознают происходящее, ведь это их первый выход – дебют на праздничном мероприятии. Поэтому не особо вслушиваются в поздравительные речи старших. Им интереснее знакомиться друг с другом, оценивать наряды, у кого красивее бант на голове. Со словами поздравлений от имени президента Леонида Тибилова к учителям и первоклашкам обратился министр иностранных дел республики Мурад Джиоев, который сам выпускник этой школы. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником. Я пожелаю вам пронести на протяжении всей жизни сегодняшние радостные чувства. Пусть оправдаются все ваши надежды. Радостный день не только у самих школьников, но и их родителей. Сегодня многие впервые привели своих детей в школу, и они волнуются не меньше самих детей. В числе первоклашек и дети российских военнослужащих, пограничников, несмотря на то, что в свой первый класс они пошли в чужой стране, они этого не чувствуют, потому что дети давно знакомы друг с другом. Торжественную линейку посетил председатель парламента Анатолий Бибилов. Я хочу всех вас поздравить с Днем Знаний, день, который навсегда останется в памяти всех, особенно, подчеркиваю, в памяти наших первоклашек, которые с радостью сегодня, уверен, собирались с дома. Я желаю школе, директору школы, учителям, чтобы через пару лет вся школа, которая рассчитана на 600 человек, чтобы полностью классы все были заполнены. И дай бог, чтобы завтра потребовалось строить еще дополнительный корпус для детей, чтобы мест не хватало, чтобы вся эта красота, детская красота, заполняла весь Джавский район, да и всю Осетию в целом. В первый раз в школу нельзя приходить без заученных стихов. И это наставление хорошо усвоили первоклашки. У меня был карфанфель и тетрадь и дневник. Я теперь на самом деле первоклассный ученик. Наконец спылись мечты, впереди учеба. Всюду яркие цветы, нынче день особый. Месяц два тому назад мы ходили в детский сад. Много ели, много пели, очень вырасти хотели. Председатель парламента каждому первокласснику от своей партии подарил портфели. Дети в школу приходят подготовленными и точно знают, что им предстоит в Доме знаний. Я очень хотел учиться, читать, писать, получать петелки, а на пельменах я буду гладить. После первого звонка дети дружно пошли в свой класс. Кто-то плачет из-за непривычной обстановки и повышенного внимания, а кто-то пытается занять себе место. Все дружно отвечают на вопросы первой учительницы. Практически все хотят учиться. В этом году Царская средняя школа будет отмечать свой юбилей. 170 лет со дня основания. За эти годы контингент школы только увеличивался. Но такого количества первоклассник, как в этом году, за последние годы не помнят. В этом году за парты сели 35 первоклассник. И это только по спискам. Ожидается, что их количество только увеличится. Если в Завской средней школе 35 первоклассников, то совершенно другая картина в Хоцевской средней школе. С первый класс в этом году приняли всего два ученика. Глава района выразил уверенность, что количество учеников в школе пойдет на увеличение. Осетия возлагает на вас большие надежды. Вы украшение Родины. Я надеюсь, что вы будете учиться на Трично и будете примером для сверстников. Всего по Завскому району несколько школ. В День знаний они все распахнули двери перед новым учебным годом. А в этом году в школы района пошли около 80 первоклассников. Роза Тедеева, Арсень Гассиев, Ляна Тедеева. Информационный выпуск сегодня. Праздник царил и в третьей и девятой средних школах Цхинвала. Букеты цветов, белые банты и, конечно же, поздравления. Актовый зал третьей школы переполнен учениками. Поддержать их пришли родители. Первое сентября это белые банты, нарядные формы и яркие цветы. Первоклассники с замиранием сердца услышали свой первый звонок на урок. С этим знаменательным днем их поздравили одиннадцатиклассники и учителя. Поздравляю всех. Поздравляю учеников нашей школы. Одиннадцатый класс, потому что у них очень такой важный этап жизни. Они заканчивают нашу школу. И первый класс. Конечно, они волнуются, что они пришли в первый класс. Но своим коллегам я хочу пожелать здоровья, огромного. Потому что они великие труженики. Они здесь очень хорошо все работают, стараются. Даже тот факт, что школа нуждается в ремонте, не испортил замечательного настроения. Со двора девятой школы слышны музыка и смех. После летних каникул ребята вновь встретились во дворе родной школы и радуются друг другу. А некоторые познакомились только сегодня. Главные герои дня, первоклассники, нарядные, с букетами цветов, слушают добрые пожелания и напутствия. Хочу пожелать детям в первую очередь здоровья и чтобы они были достойными детьми Осетии. Также хочу пожелать им успеха в учебе, а не в будущей Осетии. И мы на них надеемся. Прозвенел первый звонок и одиннадцатиклассники за руку проводили первоклассник в школу. Теперь они будут учиться в чистых, отремонтированных классах. А доброе отношение учителей будет способствовать их успехам. В первый класс девятой школы поступили 45 первоклассников. Наконец-то в нашей школе будет два первых класса. Мне очень приятно, что к нам придет столько детей. Хочу поздравить всех школьников Осетии, а также студентов с Днем знаний. Желаю им, чтобы они достигли вершин образования. В этом году порог девятой школы переступили 45 первоклассников. А это вдвое больше, чем в прошлом учебном году. Ребята уже познакомились друг с другом. Ведь им 11 лет предстоит проучиться вместе. А нам остается пожелать им удачи. Анна Гассиева, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. С букетами цветов, с красивыми бантами, со счастливыми лицами, на которых читался живой интерес ко всему происходящему, в первый раз в первый класс пришли школьники 12-й и 5-й средних школ столицы. Поздравляли виновников торжества главный санитарный врач республики и начальник управления городского образования. На праздничной линейке 5-й средней школы главный герой сегодняшнего праздника – первоклассники. Первым сентября их поздравляли учителя, родители и гости. Главный санитарный врач республики Марина Кочева пожелала детям больших достижений. От имени городской администрации со словами напутствия к собравшимся обратилась начальник управления городского образования Агунда Джиоева. Огромных успехов всем, плодотворной работы учителям и родителям, чтобы было всегда понимание. В этой школе оно всегда было. Школа номер 5 является исторической школой, здоровой школой. Во все времена она шла вперед, она всегда была в первых рядах. И сегодня я могу ответственно заявить, что эта школа является одной из сильных школ республики Южная Осетия. Первоклассники пришли сегодня подготовленными. Выучив стихотворение о школе, они хоть и волновались, но все же выступили перед публикой. Целый год мне снила школа, и не мог дождаться я, как сложу в пальце ряднишки и в пуфе сложу пульси. На праздничные линейки детей провожали не только мамы и папы, дедушки и бабушки, но и прабабушки. Изольда Лалева привела в первый класс правдучку. Со школой она знакома не понаслышке. Стаж педагога, 40 лет работы в 11 Тайцхинвальской школе. Я очень рада, что сегодня я привела свою внучку в первый класс именно в пятую школу. Это замечательная школа, которая, я помню, когда открытие этой школы и учеников, учителей, замечательные учителя. Я вообще люблю всех. Люблю людей. Я выросла здесь, родилась здесь. И люблю этот город, люблю нашу республику. Ну, замечательная школа, замечательные учителя. И поэтому мы решили отдать мою правдучку в эту школу. И что я пожелаю? Учителям пожелаю, во-первых, долголетия. И чтобы они вкладывали душу в работе. Первый звонок прозвенел сегодня и для учеников 12-й школы. С бурными аплодисментами встретили первоклассик. Успехов в учебе пожелал им директор школы Геннадий Арсоев. Здравствуй, школа. И какая отдача идет от медколлектива. Добро пожаловать в мир знаний. Хочу вас, родители, заверить, что наша школа на 101% готова к встрече ваших, наших детей. Удачи вам по жизни. Всего вам доброго, теплого, светлого и радостного дня. Под гимн Республики Южно-Осейдия старшеклассники 12-й школы вынесли государственный флаг. Праздничные линейки подошли к концу. Детям устроили небольшую экскурсию по школе и начался первый урок. Первый раз в первый класс. Первоклассники аккуратно расселись по местам. И все здесь пока для них незнакомо и необычно. Но после сегодняшнего знакомства со школой их ждет мир больших знаний. Ты готова грызть гранит науки? Конечно, я готова получать знания. Здравствуйте, Кузаева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Атмосфера праздника царила сегодня утром и в первой школе, где располагаются еще и гимназия, и кадетская школа. Выпускники этого года передали символический ключ знаний первоклассникам. А в другой части школьного двора на военной линейке собрались кадеты. Сегодня по улицам микрорайона Московский ни пройти, ни проехать. Возле здания школы огромное скопление машин и людей. Но 1 сентября эта картина привычная. В здании первой московской школы располагаются сразу три учебных заведения. Православная гимназия Рухск, кадетская школа и сама первая школа. Здесь учатся более тысячи детей. Школа была построена сразу после войны августа 2008 года. Современное учебное заведение, отвечающее всем стандартам образования. Первая школа за недолгие годы сформировала свои традиции. В том числе и проведение торжественной линейки, приуроченная ко дню знаний. Этот праздник здесь ежегодно отмечают с большим размахом. Педколлектив школы старается с первых дней привить любовь к школе. Сегодня здесь учатся 600 детей. Дорогие дети, дорогие мои коллеги. В нашей школе за шесть лет сложились славные традиции. Мы одна большая дружная семья. Всегда вместе решаем наши творческие задания. Наши творческие задачи. Ведем вместе наш школьный корабль. И на этом корабле всем абсолютно без исключения есть место. Добрая традиция. Мы становимся победителями всяких конкурсов, предметных олимпиад, фестивалей. И я надеюсь, что в этом году мы сделаем все для того, чтобы еще улучшить наши успехи. И были мы всегда на достойном месте. Всегда первыми. Главными действующими лицами, главными героями в День знаний были, конечно же, первоклашки. В их честь сегодня звучали все песни, все слова поздравлений. Важный этап в жизни малышей. В школу они пришли с намерением учиться на Дни пятерки. Поздравляли с Днем знаний представители администрации президента и депутаты парламента. Поздравляю вас и ваших учителей с началом учебного года и Днем знаний. Это праздник уникальный. Уникальный тем, что ему радуются и стар, и млад. В этот день я хочу особо обратиться к первоклассникам. Сегодня эта великолепная школа раскрыла двери перед вами. И я вам желаю учиться на 4 и 5. Уважаемые преподаватели и родители, поздравляю всех вас с началом нового учебного года. Мирного неба и успехов в работе и в учебе. Всех благ, здоровья и благополучия. Выпускники выстроились в свою последнюю первосентябрьскую линейку. Выпускники этого года передали ключ знаний первоклашкам. Море цветов, белые банты, шарики. Первый звонок на самый первый урок. В единственную православную гимназию РУХС нашей республики сегодня пришли 52 первоклассника. Они будут поделены на два класса. Сегодня христианское благословение они получили от директора школы отца Урузмагом. Гимназия РУХ всегда славилась своими хорошими выпускниками, которые достойно представляют нашу республику в лучшем вузах Российской Федерации. Гимназия носит имя легендарного Валерия Хубулова и коллектив и ученики стараются соответствовать этому имени. Везде и всюду быть военным и никогда об этом не забывать. Это должно стать главным девизом всех кадетов. Сегодня новобранцев в кадетской школе при Министерстве обороны Республики Южная Осетия 48 человек. Они перешли с других учебных заведений с одной целью – воспитать в себе дисциплину и в будущем стать военными. Как здесь отмечают, в этом им во многом помогает кадетская школа. Кадетская школа Министерства обороны Республики Южная Осетия сегодня уже шестой раз распахнула двери и принимает свои кадеты, свои учебные классы. Как тех, которые уже здесь учатся первый, второй, третий или четвертый год, так же и тех, которые сегодня первый раз переступят порог этой школы. Сегодня кадетская школа Министерства обороны принимает в свои ряды 48 новых учеников. Это, конечно же, говорит о том, что школа растет, школа развивается. И, пользуясь вот этим моментом сегодня, я хочу поздравить всех здесь присутствующих, и учеников, и педагогов, и родителей с Днем Знаний. Даже в праздничный день на торжественной линейке кадетам напоминали главное – военная дисциплина. То самое главное для вас – это, конечно же, опять же, дисциплина, учеба и не портить нервы своим учителям. Так что от всей души желаю вам, чтобы в этом году, учебном году, у вас этих проблем, которые будут у нас, уже в прошлом году мы об этом не раз беседовали, чтобы они сами собой устранились. Думайте обо всем. И самое главное, что я хочу вам пожелать, это примерной воинской дисциплины. Примерной дисциплины. Ну, что касается кадетской школы, то и поэтому и воинской. В кадетской школе учатся 130 кадетов. На учебу приезжают из Северной Осетии. Сегодня на торжественной линейке «Минутой молчания» почтили память бесланской трагедии. В этом году кадетская школа потеряла заслуженного учителя республики Лейлу Цераза. Ее память также почтили «Минутой молчания». Офицеры, преподаватели школы – выпускники лучших военных вузов России. Именно этот факт привлекает родителей кадетов. Мой сын сам решил стать военным. Мы не стали противиться выбору сына. Кадетская школа – первый шаг на пути к этой ответственной профессии. Здесь учат всему, что должен знать настоящий мужчина. Праздник, день знаний, завершён. А впереди 9 месяцев трудной и интересной учёбы. В гимназии «Альбион» и в 10-й средней школе праздник первого звонка получился красочным. Поздравляли коллектив и ребят, представители Министерства образования и выпускники этой школы прошлых лет. Гимназия «Альбион» приняла в свою большую семью 56 первоклассников. Впереди у них много дорог, но свой школьный путь они пройдут вместе с опытными учителями. Праздник этот стал значимым для каждого, особенно для директора школы Ирины Гучмазовой, которая уверена, что новый учебный год принесёт только положительные результаты. Вы переступили порог школы. Это новая веха в жизни вашей семьи, в вашей жизни удачи. Сегодня 24 наших выпускника тоже переступили пороги своих вузов. Пожелаем этим детям, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы, чтобы они высоко несли знамя Южной Осетии в душе. Одним из почётных гостей на праздники стал председатель правительства Доменти Кулумбегов. Пример пожелал ребятам, родителям и педагогам успехов и терпения. Отметив, что руководство страны будет создавать условия для учёбы, чтобы дети, будущее нашей республики, получали достойное образование. Гимназия «Альбион» – прекрасная школа. Когда я говорю «прекрасная школа», я имею в виду не только здание. Здесь прекрасный педагогический коллектив, великолепные ученики, и выпускники, которые, как отметила только что директор школы, прославляют не только школу, но и всю нашу республику. Я сегодня желаю всем вам, особенно первоклассникам, успехов, мира и добра. Я уверен, что вы будете достойными представителями осетинского народа. Вы наше будущее. Успехов вам! Первоклассники, и в них что вложишь, то мы получим. Поэтому это тандем, это обоюдная работа и родителей, и педагогов, и школьников. Вот я желаю всем нам, чтобы эта работа была максимально успешной. Ну а нашим первоклассникам, виновникам торжества, в первую очередь, в первую очередь, хотелось бы пожелать интересных уроков, весёлых перемен. Гимназия существует уже 19 лет. За это время из её стен вышли десятки достойных цхинвальцев, которые даже спустя много лет вспоминают школьную жизнь педагогов. Олег Гоглоев, руководитель аппарата правительства Южной Осетии, является выпускником гимназии. Он также поздравил всех с праздником, особенно первоклассник, для которых 1 сентября 2016 года стал особенным и неповторимым днём. Хочу вам пожелать учителям, прежде всего, терпения, ученикам успехов в учёбе, энтузиазма. Порог школы впервые сегодня переступили не только первоклассники. Большое количество старшеклассников других школ изявили желание продолжить свою учёбу именно в гимназии Альбион. Сегодня вместе с первоклассниками честовали и их. По традиции, после торжественной части, которая завершилась звоном колокольчика, первоклассники отправили... Субтитры создавал DimaTorzok ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...